приветище это собначка белу зеру или по-русски ниже нуля и мы продолжаем исследовать подводное царство на планете 45 46 by если я не ошибаюсь по моему так это планет называется здесь очень классно но стихия на поверхности очень бушует и тут довольно холодно в общем прошлой серии мы узнали что нам нужно раскрыть секрет точнее открыть тайну что случилось с нашей сестрой сэм также мы нашли схрон аварийного снаряжения куда мы отправимся сегодня обязательно и еще нам нужно найти радио маяк это станция следовательская точнее здесь есть еще исследовательская станция где установлен радио маяк вот так вот замудрено короче у нас в принципе все есть сейчас подожди еще посмотрю вода есть батончики с собой взял ну все можно тогда выплывать и собирать все части глайдера глайдер нам поможет преодолевать большие расстояния с большой скоростью ну хотя насчет большой скорости сомневаюсь короче ищем останки глайдером дождь пошел ураганище на поверхности так под водой у нас хорошо светло вот эти сияние это рачки вот это огромный коралл и на нем сидят вот такие рачки на этом коралле я не светится это очень красиво где же глайдер бог это что думал глайдера конечно стекляшечка кварц кварчик нам тоже пригодится для стекла а еще надо не забывать не забывать смотреть на кислород потому что иногда бывает что я забываю также говорили раз у тебя проблемы с кислородом сделай себе воздушную подушку которая быстро поднимает на поверхность это обязательно сделаем главное не забыть про нее о вот эту штуку я помню по самой первой стартовой версии subnautic было за рано пополнять запаски слорода да отлично заплыли куда-то не пойми куда мужик схрону в принципе наверно подбираемся 341 метр до схрона нет еще не слишком близко но здесь чертовски интересно очень много кораллов и всякие такие ходы сейчас оттуда вылезет какая-нибудь нечисть сожрет меня о-о-о-о смотри обломки глайдера начали находиться это очень хорошо итак у нас два куска из трех собраны осталось последний кусок и глайдер у нас будет в кармане точнее в руках глайдер мы же держим в руках правильно еще кстати компас надо сделать обязательно а то плавать мы будем далеко и глубоко и без компаса как бы нам не обойтись полого пингвина крыл надо отсканировать подожди дружище жалко за него схватиться нельзя чтобы он тебя подвез как таксист было бы прикольно ну последний кусок глайдера давай же рождайся уже где-нибудь а то я запарился уже плавать на своих двух ластах вот он аллилуйя этаж ты да точно глайдер синтезирован новый чертеж готов заряд сейчас будем делать кучу всего так вначале откроем где этот глайдер у нас глайдер 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 вот он что нам нужно смазка батарейка медный провод и титан не вопрос медный провод будет сейчас смазка у нас лежит в ящике вот она смазка что там еще надо было батарейку батарейку мы сейчас сделаем батарейка делается у нас вот из вот этого из ленточника а медная руда еще нужно не вопрос вот она батареечка вроде бы все есть и финишный штрих это морской глайдер морской глайдер устройство передвижение для скоростного погружения без снаряжения имеют встроенный фонарик карту пасыба теперь нам нужно сделать обязательно поплывок этот где у нас этот поплывок вот он воздушный пузырь называется и нужен собственно сам пузырь рыбка 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 пузырёк выходи ко мне вон он плавает сейчас хватим нам всего лишь один пузырёк нужен единственное я не помню вот этот спасательный пузырь он одноразовый или нет но в любом случае узнаем значит производим этот пузырёк теперь он у нас есть если вам надоело постоянно слушать слова кислород воздушный пузырь создает мощную тягу вверх чтобы помочь вам добраться до воздуха да 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 это круто сейчас мы в быстрый доступ закинем куда-нибудь вот сюда глайдер сюда что еще компас компас я хотел сделать фонарик нам не нужен потому что есть на глайдере а для компаса нам нужен комплект проводов и медный провод комплект проводов умеем делать уже серебряная руда но где же ее достану мне ее нету а медный провод пожалуйста ладно отправляемся к схрону значит без компаса ничего страшного я в этом не вижу думаю не заблужусь к тому же метка на спасательной капсуле у нас стоит так что обратную дорогу мы найдем достаем значит наш глайдер о да давненько я так не плавал жалко как дельфинчик из воды вот так упрыгивать нельзя и обратно воду запрыгивать их времена были но в смысле были в прошлое в оригинальной игре так тоже нельзя было делать это я чё-то надумка лужи значит карту пока можно вырубить она вам все равно не нужна фонарь тоже отключил чтобы батарейку сильно не садил может отключили фонарь вот вот теперь отключили ну посмотрим на схрон что нам там альтера оставила о смотри какая рыбина здоровая и тут какая рыбина классная блин надо вот эту штуку отсканировать по ранней версии я знаю что вот эта рыба дает кислород дырохвост титан сейчас к ней присосемся и кислородик заберем вот выше у нее в этом пузыре в бублике есть кислород забираем еще есть рыбка вот это кто такой рапокрыл прикольно это кто сделал интересно со мной рыбокрыл это ты или нет а я должен разбить эту кучу льда так подожди скорее всего это рыбак да это рыбокрыл скотинка маленькая надо их остерегаться так кислород 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 черт бей быстрее глайдер ух я думал сейчас задохнусь в альде не хотелось себя ощущать ледяной глыбой так значит продолжаем наши исследовательские темы нам нужно вот эту штуку сканировать до конца все таки а я ее вроде сканил еще одна рыбка тут была красная такая красная рыбка ты не неужели это глюки были может тут и не было красных рыбок а такая тоненькая была на червячка похоже а это я знаешь с кем перепутал с пескуном или не списку вот она эта рыба я почему-то сжирает я ее могу схватить блин она бьется стой 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 а я ее поймал я ее поймал но она вырывается из рук и она колючий я так понял и очень кусучая то блин возьми ты сканер оксиджен господи как же тяжело быть исследователем а гребешь от сотни разных рыб меня не 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 вместо ряд нельзя вот она эта рыбка сейчас лет сканернем тихо 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 подходи ко мне и давай сейчас ее заберем вот так вот короче поплыли к схрону и там рассмотрим эту рыбку здесь вроде бы не а нет здесь тоже эти штуки плавают а здесь у нас еще фрагмент морского глайдера и что-то тот лежит надо отсканировать это фонарь пригодится нам а это что такое взять и со существа давай возьмем пофиг светодиодный фонарь я нашел круто а вот собственно и сам схрон наконец-то мы доплыли до него кучу всего интересного сколько места у меня место есть да вот это сожрем чтобы освободить место это выпьем это тоже все хватит о маяк используйте маяки чтобы отмечать посещенные места теперь с поддержкой суши вы можете скрыть или показать нужные вам сигналы в кпк все на воркс хорошо маячок у нас теперь есть вот он будем вешать его там где что-то будет интересное и чтобы туда вернуться потом нашли воду свечи кпк вот лежит записанная беседа саманта а ю и фред быстро 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 поднимай меня должен успеть я пузырь использовал фух это было близко но пузырь нас спас и по всей видимости пузырь неодноразово это очень здорово зачитался немножко вот бывает так плаваешь под водой тебе про кислород сказали а ты зачитался и и все и можно утонуть а не 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 нифига у меня ничего в руках нет уйдите отсюда обезьяны реально как макаки блин набрасываются это что такое как голодные макаки набрасываются чтобы отобрать у меня че-нибудь минералоискатель это классно прячем 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 все из рук вроде бы здесь все вроде бы все вот еще можно вниз сюда сплавать тут тоже есть сундуки какие-то альтеровские водичка хорошо и здесь у нас тоже что то есть о батончик питательный батончик это вообще классно ну и поплыли наверное сюда сейчас только включу фонарик и отойди отойди фонарик и карту чтобы понимать где мы находимся блин нос карты конечно не очень хорошо видно а это что такое можно сканировать давай сканем гнездо морской обезьяны нифига себе смотри насколько сюда притащил металлолома тут куча всякого интересного давай-ка отсканем что еще тут есть долбаный сканер затолкал его не пойми куда теперь мы и и и вот это тоже вот так так сканер чего транспортная какая-то штука фрагмент сборщика транспорта о слушай на самом деле эти обезьяны очень крутые то что они себе в гнездо затаскивать всякие технологические штуки мне просто гнезду подплыть отсканировать и все у меня уже будет инженерная какая-то конструкция готова точнее не конструкция и инженерный чертеж что-что-что-что-что показалось так карту я короче отрубаю поплыли вперед поплыли вперед мне нужен кислород вот пузырик хорошо о вот эти штуки это же корневая пустулата из нее по моему масло можно делать сейчас отсканем не менее не да что ж ты будешь делать то чертовы макаки отдай ада и обезьяна спасибо за отметку 100 метров но мне нужен кислород быстро отсюда выбираюсь вот есть кислород отлично хорошо что эти кислородные шары очень быстро набирает воздух вот это что у нас радужное сито родом проблемы так что еще здесь у нас вроде бы эти все отсканировал мне нужно отсканировать стой 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 убери свои культяпки у них два пальца на руках у них присоски есть на этих двух пальцах и вот присоски вообще такие цепей отсканировали что еще что еще что еще поплыли теперь сюда вот это кто такие плавают вот это что такое подожди надо отсканить и забираем заодно интересно какая рыба мой кислород 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 обезьяна уйди чертовы обезьяны есть здесь кислород я сейчас возьму сейчас возьму по ему близко было так и буду подплывать к этим воздушным шарам кислород пополнить а еще сзади камикадзе вам взрывается видишь вот тут тоже кислородики из убираем карту надо включить увижу что-то еще тут смотри отсканим сейчас тоже сборщик транспорта тут ничего кислорода в достатке нифига себе тут глубоко вот это да вот это я заплыл куда-то не пойми куда надо подальше держаться от этого места потому что если тут не будет воздушных шаров я нафиг тут захлебнусь и не выберусь с этих туннелей надеюсь что тут еще одно гнездо надеюсь что тут этих воздушных шаров достатки лазерный резак отлично нашли в гнезде вот это что такое сияющие а это рыбка это рыбка знаешь если в гладере сядет батарейка то это будет вообще не фонтан батарейки запасную тоже собой не взял поэтому надо за зарядом следить чё предлагаю спуститься вот сюда вниз тут тоже что-то есть интересно черт это плохо что она снизилась по быстренькому тут пролечу еще один кислородный шарик заберем а отлично лазерный резак это нам пригодится сколько еще фрагментов еще один фрагмент и лазерный резак у нас будет шарики воздушные где же вы нужен кислородик мы не 30 секунд до окончания кислорода он там кислород есть и с другой стороны кислород тоже есть вон он чудно продолжаем поиски на глубине 100 метров в принципе тут мы уже все обыскали ничего и нету давай карту включим да мы на самом дне на самом днище и тут ничегошеньки больше нет хотя вот смотри где станция дельта то место которое помянула лил своем сообщении где-то рядом вон маяк смотри 500 метров и мы до маяка альтера доберемся о смотри 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 нашел гнездо в котором есть яйцо слород кончается и тут еще можно сканировать что-то быстро сканируем и заберем яичко синтезирован новый чертеж лазерного резака чё за яйцо мы взяли вот это яйцо морской обезьянам взяли а вот это яйцо яйцо существа какого непонятного но все теперь мы можем со спокойной душой искать серебро делать себе компас и отправляться на станцию альтеры привет моя я личная скорлупа скорлупка моя я буду свою капсулу называть но она реально такая белая круглая как скорлупа яичная которая защищает меня так значит серебро я не нашел без компаса поплывем вот у нас есть минералоискатель раньше я такого не видел или не помню неконтактный детектор для обнаружения материалов фрагментов и прочих предметов с определяемой сигнатурой батарейка нужно еще один источник это похоже на сигнал бедствия прикол надо будет туда сплавать обязательно пропульсионная пушка еще не готова у нас светодиодный фонарь можем сделать но пока зачем хотел приготовить волчка и тут написано что может вывернуть ваш желудок опасно очень опасно и вот приготовленный симбионт это который меня кусал чистая постная еда на вкус как воссозданный омар о ну давай приготовим пусть будет у нас ну и волчка тоже приготовим также мы научились радио маяк делать и появился переносной сборщик транспорта чтобы отправиться на станцию альтеры нам нужна батарейка для глайдера сейчас мы ее и сделаем медная руда еще нужно а медной руды у меня нет поплыли собирать чего все нашли медь довольно быстро прям под нашей капсулой батареечка запасная готова здорово можно блин сделать еще минералоискатель в принципе возможно он поможет мне найти серебро ландова сделаем протестируем его здорово то что нужно значит втыкаем его в руку маяк я думаю маяк я хотел оставить но думаю нет вдруг пригодится вот это все скидываем но давай теперь минералоискатель за то есть им вот так вот он выглядит кварц нет кварца не хочу что есть голени то нет известняк от известняк там есть медь медь нам для батарейки нужно поплыли так где 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 ты показывал сложно он как-то ищет я так полагаю что он показывает на экранчике своем где предмет находится они у меня на интерфейсе вот это нет да похоже но это титан а мне нужно иметь медь блин жалко что нельзя вместе с глайдером его использовать есть медь на батареечку а как насчет теперь серебра сможет нам серебро найти серебро серебро ну серебряная руда она тоже находится таком как бы известняки только это не известняк называется какая-то другая штука и навряд ли он будет искать серебряную руду короче чтобы найти руду серебряную вот на этом минералоискатели нужна чистая руда но в чистом виде она под водой не находится смотрим на журнал потому что до 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 альтеровской станции 625 метров а в радиусе 200 метров есть какой-то подозрительный сигнал вот он передача неизвестного происхождения около 200 метров вот такой вот сигнал как азбука морза сигнал бедствие так значит в районе 200 метров ну до 200 метров мы точно не доберемся если на сотни нам уже не хватает кислорода он сильно сжимается там то на 200 мы точно сдохнем значит плывем на причал станции дельта